Термин «подиатрия» происходит от древнегреческого слова «подос», что в переводе означает «стопа». Отсюда и название нового направления медицины – подиатрия, которое занимается лечением заболеваний стопы и голени. Заболевание стопы – это довольно распространенная проблема среди взрослого населения, среди детского населения. Но по статистике все-таки нужно обращать внимание на то, что в основном страдают женщины старше 30 лет. 30-35 лет и старше – это в основном их патология. Они практически занимают 90% среди всех пациентов, страдающих деформацией стоп. Отчего происходит деформация стопы, однозначно сказать нельзя. Но одной из них врачи считают – ношение узкой обуви и высокого каблука. Но как бы то ни было, это проблема, и ее доктора успешно решают. На начальных этапах деформации, когда только начались искривляться стопы, особенно это касается продольного плоскостопия, когда стопа уплощается и возникает так называемое продольное плоскостопие. Тогда необходимо использовать специальные ортопедические стельки. Светлане Петровне и Татьяне Петровне стельки уже не могли помочь. Им была сделана операция по удалению так называемых косточек и исправлению стопы. У меня были такие большие шишки. Я даже в магазинка заходила. Сам последний обувь, которая была страшненькая, это была моя. А вот сейчас упрали. Эта нога у меня сантиметра на два, наверное, поуже стала. А налево у меня еще был вывих. Он, видать, уже сам произвольно вышел из сустава. Вот делала операцию, мне непосредственно мой лечащий врач. И сделали очень хорошо. Я на второй день, не день, а утро, встала на своих ногах. Вставать на ноги после операции позволяют современные фиксаторы и специальная ортопедическая обувь. А операции по исправлению стопы проводятся планово в Центральной клинической больнице. Не надо доверять никаким рекламам, которые рекламируют прокладки, мази, которые рассосут шишки. Никакие мази шишки не рассосут, никакие прокладки палец обратно не вернут. Здесь нужна только ортопедическая операция. Древние врачи говорили, если болят ноги, то у вас болит все. Современная медицина позволяет лечить то, что не могли наши предки. Просто надо вовремя решать проблемы своего здоровья. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.